Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию послания Арктурианской группы от 8 апреля 2018 года. Дорогие читатели, мы приветствуем вас с любовью и благодарностью за вашу тяжелую работу и постоянные усилия, направляемые на то, чтобы внести больше света и понимания в мир, пребывающий в хаосе. Сейчас для всех и тех, кто осознал истину и тех, кто не осознал, наступило во многих отношениях интенсивное время. Вы первопроходцы, те, кто несет свет в умы многих, испытывающих замешательства и чувствующих себя потерянными, поскольку многое, что составляло основополагающие системы убеждений, начинает рушиться. Вы несете энергию правды массовому сознанию, просто живя на основе своего наивысшего уровня сознания. Вознесение означает просто полный переход на новый уровень духовного осознания. Никогда не думайте, что вы ничего не делаете, живя каждый день, независимо от того, насколько обыденным он может казаться, потому что само ваше присутствие может возвысить того, кто восприимчив. Ваше сознание и энергетическое поле всегда с вами, куда бы вы ни шли. Остается еще много обрядов и ритуалов, которые учат помогать другим, но в какой-то момент достигается такое состояние сознания, когда приходит понимание, что ничто не нуждается в исцелении. Изменение или фиксации. Как только достигается такое состояние сознания, оно может менять сознание тех, кто восприимчив. Потому что те, кто стремятся к этому, подключаются к более высокому энергетическому полю. Так исцелял владыка Иисус. В его сознании не было разногласия или болезней. И поэтому те, кто приходил к нему в поиски исцеления, автоматически получали доступ к его сознанию, в котором не существовало болезней. Однако он всегда напоминал им, что нельзя возвращаться к старому состоянию сознания, в котором они просто вернутся к старой ситуации. Это справедливо и сегодня. Вы сознание, а не физическое тело, которое является просто средством, необходимым для жизни в энергиях Земли. Именно достигнутый вами уровень сознания, ваше энергетическое поле помогает пробудить тех, кто уже готов больше, чем любая проповедь. Все вы сталкивались с людьми или местами, которые хотелось избегать, которые вызывали у вас ощущение истощения и тяжести. Это вызвано тем, что существует только единое поле. И когда вы входите в согласование с низко резонирующими энергиями, они становятся вашими. И вы чувствуете их. У каждого есть свое личное энергетическое поле, аура, отражающая физическое, ментальное, эмоциональное и духовное состояние сознания. Только некоторые могут видеть эту энергию, но все могут ее ощущать и чувствовать. Те, кто живет на основе развитого уровня сознания, скоро заметят, что более плотные энергии больше не влияют на них, как раньше. Это вызвано тем, что медленные, низко резонирующие энергии не могут выйти в более высокие, легкие. Согласование с более плотными энергиями часто происходит неосознанно. В результате взаимодействия с определенными людьми, местами или предметами. И часто просто в результате попыток помочь кому-то. Мы не говорим, что вы никогда не должны находиться в более плотных энергиях, поскольку это просто невозможно. Многие из вас вынуждены находиться в окружении более плотных энергий на работе. И многие время от времени посещают бары. Избегать злачных мест – это требование старых религиозных учений, которые полезны детям, но не развитым взрослым. Мы говорим, что находясь в присутствии людей или в местах с более низко резонирующей энергией, просто оставайтесь сосредоточенными и бдительными. Помогайте людям, обращающимся к вам за советом, на основе милосердия, оставаясь в своем свете, а не сочувствия, согласования с проблемой. Вы узнаете, что были согласованы с более низко резонирующей энергией, почувствовав истощение. Мы хотим поговорить о мире. В третьем измерении мир – это что-то, что должно быть достигнуто между людьми или странами. На самом деле мир – это просто проявление единства. Мир всегда был и всегда будет, потому что он есть. Только сознательное понимание всеобщим сознанием единства проявляется как постоянный мир во всем мире, потому что сознание – это сущность всего. Сознание единства не содержит ничего, что могло бы вмешаться или заблокировать вездесущий божественный баланс и гармонию, будь то между людьми, странами или природой. Мир – единственное возможное взаимодействие в пределах единого целого. Мир, будучи сущностью источника, должен стать аспектом всеобщего сознания. К нему не нужно стремиться или достигать его, его просто нужно признать. В мире в целом никогда не наступит истинный мир, пока он не выйдет из убеждения дуальности и разделения. Сознание всегда выражает себя. Если те, кто прилагает усилия по поддержанию мира, не достигли сознания мира, у них ничего не получится, потому что у них нет того, что может создать истинный мир. Вы не можете сделать что-то из ничего, поскольку все больше число душ пробуждается к истине единства. Мир начнет проявляться во всех сферах жизни. Мир, созданный на основе дуальности и разделения, никогда не может быть вечным, потому что он построен на песке и является иллюзией. Мир, как и все остальное в трехмерном мире, является материальным смыслом более глубокой духовной реальности, единства. Это должно быть понятно и впитано людьми и странами, прежде чем мир сможет проявиться. Это развитие. Мир страстно желает мира, но уже существующий внутри каждого мир погребен под слоями невежества. Каждая душа изначально знает, что мир – это ее неотъемлемое право, но не понимает, что система взглядов ограничивает доступ к нему. Супруги стремятся к миру в отношениях, родители стремятся к миру со своими детьми, правительство стремятся к миру с другими странами и своими собственными гражданами, но все продолжают искать его в неправильных местах. Третье измерение всегда пытается превратить плохое в хорошее, что представляет дуальность во всей ее полноте. Это просто две стороны одной и той же медали. Хорошие человеческие проявления не более реальны, чем плохие. Гармония постоянно только тогда, когда кто-то или большинство может видеть реальность, стоящую за проявлениями. В настоящее время большинство так называемых лидеров просто представляют фигуры на мировой гигантской шахматной доске, чтобы добиться того, что они хотят на основе иллюзий и ошибочных убеждений. Реальность такова, что все, что нужно каждому человеку или стране, уже присутствует в полной мере, только ожидая быть признанным. Новые и более развитые лидеры ждут на скамейке запасных. Мы не говорим, что у вас не должно быть семейного адвоката или это необходимо. Мы не говорим, что не нужны законы и тюрьмы, потому что многим еще необходимы трехмерные средства. Ценная помощь оказывается на всех уровнях сознания. Когда вы чувствуете необходимость какой-то помощи извне, позвольте себе быть интуитивно направленными к тем, которые работают на более высоком и просветленном уровне. Никогда не думайте, что попав в своего рода сложную трехмерную ситуацию, вы потерпели духовное поражение. Часто это направлено на приобретение опыта, необходимого для ощущения какой-то старой концепции или убеждения. Когда человек начинает серьезную внутреннюю работу, иногда бывают несчастные случаи. Истинный и прочный мир может наступить только тогда, когда человечество хочет и может оставить позади ошибочные и ограничивающие убеждения дуальности и разделения. Это восхождение, развитие из иллюзии в действительность, сознание единства. Это то, чему свидетелями вы являетесь прямо сейчас. И что вызывает хаос, беспорядок, насилие, протесты и так далее. Старое не сдается легко. По мере достижения сознания мира, он будет автоматически проявляться с каждым днем, независимо от того, насколько обыденным он может казаться. Именно ваше состояние сознания проявляется, как человек, придерживающий для вас дверь, как собака, с любовью подбегающая к вам, виляющая хвостиком, как чья-то поддержка в трудный момент, как человек, в длинной очереди предлагающий вам свое место. Гармония, изобилие, мир и тому подобное, никогда не приходят от другого человека, а скорее через него. Проявление ваше собственное, достигнутое состояние сознания, подумайте над этим. Мир – это сознание, способное испытать гармонию, баланс, сотрудничество и так далее. И воплощенное в пределах единого целого, в полном диапазоне этого сознания, без личного усилия. Это не означает, что как только будет достигнуто осознание того, что больше никогда не возникнут ситуации, требующие принятия решительных мер, например, родителей, учителя, сотрудника правоохранительных органов и даже вооруженных сил. Но теперь это будет происходить на основании сознания мира, позволяющего словам и действиям течь в энергиях, которые могут возвысить, помочь и, возможно, даже пробудить другого человека. Истинный мир наступает, дорогие, но поскольку он является состоянием сознания, необходимо время для его рождения и созревания. Позвольте иллюзиям устаревших мировых убеждений пинаться и кричать, как они хотят, поскольку они растворяются, так как поддерживаются только той силой, которую им дают, не имея своей собственной. Никогда не забывайте, что как божественное выражение вы создатели и во все более интенсивных энергиях вознесения вы создаете значительно быстрее. Будьте миром, к которому вы стремитесь. Будьте любовью, которой ждете от других. Пришло новое время, время, в которое вы готовы знать, признавать, понимать и впитывать. Все, что я искал, жизнь за жизнью, уже есть во мне. Мы – актурианская группа.